Атакован еще один российский военный корабль «Цезарь Куников». Успешную операцию подтвердили в Главном управлении разведки Украины. По их данным, судно получило критические пробоины и начало тонуть. Утром 14 февраля серия мощных взрывов прогремела в нескольких городах временно оккупированного Крыма. Их слышали в Ялте, Алубке и Месхоре. Позже громко было в Коцевеле, пишет телеграм-канал «Крымский ветер». Жители перечисленных населенных пунктов утверждают, что сначала видели в море вспышки, после которых раздавались звуки взрывов. Они были настолько сильными, что от взрывной волны в Алубке открывались окна. Один из подписчиков паблика «Всемизи» рассказал, что на российском корабле звучала тревога. Также со стороны моря были слышны пулеметные очереди. По данным паблика, россияне подняли два вертолета Ми-8. Они летали вдоль берега от Алубки до Коцевели и обратно, держась низко над морем. А над морем в районе Фороса был замечен противолодочный вертолет Ка-27. Тем временем в российской Минобороны заявили, что якобы шесть дронов было сбито над Черным морем, еще два над Белгородской и один БПЛА над Воронежской областями. Отметим. Цезарь Куников – большой десантный корабль проекта 775 Черноморского флота военно-морского флота СССР, ныне состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России с базированием в Севастополе. Судно предназначено для транспортировки, перевозки и доставки личного состава и военной техники. Способен производить их высадку на необорудованное побережье. Этот корабль уже подбивали в Бердянске в марте 2022-го. Он утонул. В МС Украины прокомментировали уничтожение БДК Цезарь Куников словами Путина. В частности, спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук использовал цитату российского диктатора о гибели подлодки Курск вместе с экипажем в 2000 году. Она утонула. Вот в принципе, можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем «Цезарь Куников». Коллеги из главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном море. Он добавил, что после уничтожения «Цезаря Куникова» в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота остается в строю лишь 5. А также сообщил, что поисково-спасательная операция «Россиян» успеха не имела. В соответствии со штатной численностью на судне могло находиться 87 моряков. Данных по точному количеству потерь среди них, по его словам, пока нет. В украинском ГУР показали видео операции. В момент поражения десантный корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Олубки. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Магура В-5». «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. «Россияне» также подтверждают уничтожение БДК в Черном море. Об этом свидетельствует радиоперехват ГУР разговор о пилотах Ка-52 и Ми-8, осматривающих место аварии. Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что на борту корабля находился груз с боекомплектом, а сам БДК восстановлению не подлежит. Тем временем в Z-пабликах настоящая истерика из-за потери очередного корабля. Российские телеграм-каналы пишут. «Черноморский флот – это самый позорный флот и бестолковый флот из всех. Это вообще не флот». А также жалуются, что у кораблей Черноморского флота нет никаких средств противодействия угрозам и обвиняют его командование в профнепригодности. В то же время в Кремле отказываются отвечать на неудобные вопросы журналистов об атаке на корабль. В частности, спикер Путина Песков заявил, что ничего сказать по этому поводу не может. «Флот Украины не так могуществен, как российский. И вот почему такое происходит все-таки о потере кораблей». «Смотрите, это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны». Стоит отметить, что Цезарь Куников – это российский десантный корабль, базировавшийся в Севастополе. Он принимал участие в операции в Косово. Русско-грузинской войне осуществлял обеспечение сирийской армии. Он мог вместить 87 членов экипажа на борту. На БДК размещалось артиллерийское и ракетное вооружение. В Авдеевку заходят многочисленные диверсионно-разведывательные группы. Украинские военные их ликвидируют и обезвреживают. Об этом заявил глава Авдеевской военной городской администрации Виталий Барабаш. В интервью медиаресурсу Ромацка. Барабаш отметил, что оккупанты могут находиться на окраинах старой части города. Но о захвате большой части Авдеевки речь не идет. По его словам, попытки россиян захватить Авдеевку – это политическое решение, принятое в Кремле. А дедлайны оккупировать город постоянно меняются у россиян. Барабаш вспомнил, что в прошлом году россияне планировали захватить Авдеевку накануне дня рождения Путина, 7 октября. Потом речь шла о 14 декабря, но не сложилось. Потом Новый год. Сейчас отложили захват до президентских выборов Российской Федерации, которые состоятся в марте 2024 года. Барабаш подчеркнул, что оккупанты будут делать все возможное именно до этой даты. Потому что других вариантов у них нет. Ведь в России не существует ни одного человека, который бы сейчас дал команду остановить эти наступления, кроме Путина. Как сообщалось ранее, Украина для усиления обороны города направила в Авдеевку подкрепление. По мнению ветераната Евгения Дикого, если не произойдет ни одного чуда, Украина в ближайшее время выйдет из Авдеевки. Он считает, что это решение будет принято после перерезания оккупантами последней дороги в город. Военный эксперт Бильд Юлиан Рёбки высказал мнение, что Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели. Он отметил, что положение становится критическим для украинских защитников. Тем временем главнокомандующий ВСО Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку военной части и подразделения, которые держат оборудование на Авдеевском и Купенском направлениях. Главком подытоживая результаты поездки сообщил, что оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику местных штурмов. По его словам, только за 13 февраля на Авдеевском направлении украинские воины отбили 29 атак российских оккупантов. Враг также активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами. Отмечается, что министр обороны и главком на местах заслушали военных, которые ведут оборонительные действия, проанализировали имеющиеся ресурсы и потребность украинских войск. Как заявил Сырский, по результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей воинских частей. Главком отметил, что делается все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удерживать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку, силы обороны Украины наносят врагу значительные потери. После так называемых президентских выборов в марте этого года Россия может начать еще одно большое наступление в Украине. Об этом заявил представитель ЕС Жоузеп Борель в своем блоге по итогам недавнего визита в Киев. По его мнению, в отличие от россиян, украинские солдаты знают, за что они воюют, им хватает мотивации. Но они не смогут этого сделать без нашей поддержки, которая должна быть срочно увеличена. То, что ЕС и его государство-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза. Об еще одном наступлении РФ говорит и Павел Потарецкий, основатель батальона специального назначения «Хорд» с позывным «Булат». В этот раз, по его мнению, оккупанты будут использовать другую стратегию и, скорее всего, прибегнут к воздушно-десантной операции. По его словам, это война на годы, поэтому не может закончиться деоккупация Крыма, а закончится лишь распадом России. Кроме того, у нашего врага должны забрать ядерное оружие, а Украина должна обязательно вступить в НАТО. И только тогда можно будет выдохнуть. В остальных случаях, говорит Потарецкий, это будет не победа, а лишь перерыв до следующей российской наступательной операции. Отметим, президентские выборы в РФ продлятся три дня с 15 по 17 марта 2024 года. Официальное намерение снова переизбираться Путин заявил 8 декабря. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверен наперед, что диктатор будет переизбран с результатом 90% голосов. Путин уже побил личный рекорд одного из своих советских предшественников. 18 лет руководил государством Леонид Брежнев. Еще один шестилетний президентский срок будет означать, что до 2030 года Путин будет руководить Россией. А это 30 лет, дольше, чем Иосиф Сталин в 1924-1953 годах. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому завершению войны против Украины. Впрочем, это возможно только на основании того, что она уже успела оккупировать. Как сообщает пропагандистская РИА Новости, об этом Лавров заявил во время выступления в Госдуме в среду 14 февраля. Глава российского МИД отметил, что поскольку западные страны не хотят учитывать интересы Москвы и реалии, сложившиеся на земле, то вариантов договориться пока не просматривается. Кроме того, Лавров убежден, что якобы Вашингтон и его союзники не оставляют мечтания о нанесении нам стратегического поражения. По его версии, российская армия, которая потеряла в Украине почти 400 тысяч своих солдат, успешно действует на Украинском театре военных действий. А на Западе уже больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать одержать победу Путину, убежден Лавров. В то же время бывший ведущий Fox News такер Карлсон заявил, что Путин готов закончить войну и пойти на серьезный компромисс по Украине. Об этом диктатор сказал ему не под запись после нашумевшего интервью, рассказал журналист во время выступления на всемирном правительственном саммите в Дубае. Карлсон добавил, что якобы понял это во время кофепития с диктатором. Но в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опровергли это заявление и назвали его очередным вбросом. Серьезный компромисс, который якобы предлагает Путин, это фактически не просто капитуляция Украины, а легитимизация четырех областей оккупированных Россией. Однако бесконечный поток таких мирных предложений свидетельствует о том, что Москва не может захватить их полностью, добавляет в Центре противодействия дезинформации. Напомним, в офисе президента Украины неоднократно говорили, что Украина может начать переговоры с Российской Федерацией, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения или выведет войска.